Нет, я, конечно, дико извиняюсь, но, по моему мнению, все это просто полное га... Всем привет! Недавно мы с вами говорили о самой лучшей косметике 2018 года, и я подумала, что на этом не стоит останавливаться, потому что важно узнавать не только о самом лучшем, но еще и о самом... самом худшем. Потому что иногда стоит знать не только, что стоит купить, но и на что ни в коем случае нельзя тратить свои деньги. По крайней мере, все это мое субъективное мнение, и, как я всегда говорю, если что-то из перечисленного сейчас мною вам нравится, вы это любите, вам это подходит, конечно же, продолжайте пользоваться. Как и любой другой блогер, я вам передаю только субъективную точку зрения, и, может быть, если у нас с вами вкусы где-то сходятся, предпочтения у нас где-то сходятся, то вам стоит ко мне прислушаться. Воспринимайте любые обзоры из доли скептицизма, и если что-то у вас вызывает сомнение, почитайте другие обзоры. Сегодня я хочу вам рассказать о том, что мне категорически не подошло, и чтобы я вообще никому не советовала к покупке. Поэтому давайте приступать. На первый косметический продукт я сделала обзор уже в 2019 году, но технически он появился у меня еще в 2018, и он мне настолько сильно не понравился, что я хочу от него просто-напросто избавиться, и дальше вы его не увидите, поэтому нет смысла целый год его хранить, чтобы показать видео аж через год. И я сейчас говорю о этом знаменитом консилере от La Prairie. Я его сейчас назад сложила в коробочку, я, честно говоря, вообще не знаю, что с ним делать, потому что мне категорически не понравился этот консилер. Во-первых, он делает ужасное состояние под глазами. Если вы не смотрели обзор на этот консилер, можете его посмотреть, я под буквой А его оставлю, это было прошлое видео. Что меня поразило, это некоторые комментарии по поводу того, что я очень преувеличила результаты, хотя я вообще не представляю, как можно преувеличить плохой результат, если вы сами можете все, в принципе, видеть. Я еще соглашусь, что блогеры могут преувеличить хороший результат, как-то все показать так, что будет выглядеть лучше, чем оно есть на самом деле, но как преувеличить и показать это хуже, чем оно есть, я просто, честно говоря, не представляю. Но помимо вот этого еще всего перечисленного, меня просто категорически не устраивает его состав. В составе у него мало того, что спирт, у него три вида парабенов, а от парабенов, извините, уже отказались практически все. Сейчас куда ни зайди, везде эти лейблы без парабенов, без парабенов, потому что уже даже самые древние мамонты косметической индустрии соглашаются с тем, что парабены ничего хорошего для вас не делают, и они могут негативно влиять на эндокринную систему. Помимо этого в составе еще и тальк, у меня к тальку особых претензий нет, но тем не менее я знаю, что у некоторых есть негативная реакция на тальк, забиваются поры, вызывают тальк какую-то чувствительность, особенно если касается зоны под глаза. Ну, в общем-то, как меня не убеждаете, для меня это просто полнейший провал за 85 долларов. Я им не буду пользоваться, я не знаю, куда его девать, потому что я даже не хочу его никому отдавать, потому что я не хочу отдавать то, чем я вообще не хочу пользоваться, что я считаю просто отвратительной косметикой, поэтому я даже не знаю, что с ним делать. Что касается тональных основ, то здесь у меня целых три штуки, но вы знаете, две я еще могу записать как вот личное предпочтение, то есть мне не понравилось, но одна из них это просто тихий ужас, и я сейчас говорю о Лореаль Бонжор Нудиста, я ни разу эту тональную основу не смогла нанести себе на лицо, потому что как только начинаешь ее наносить и растушевывать, она с каких-то мест начинает скользить и сбиваться просто пятнами, она может сбиваться в какие-то непонятные комочки, в общем-то это сплошные пятна на лице, ее просто нереально нанести на лицо, ни с помощью спонжа, ни с помощью пальца, ни с помощью рога-единорога, ни с помощью рога, ни тонким слоем, ни толстым, ни средним, в общем-то это абсолютно невозможно. Еще две тональные основы, которые мне очень сильно не понравились, я не могу сказать, что они там прям отвратительные, если у вас нет проблемы с текстурой кожи, то есть у вас гладкая ровная кожа, то вам тональная основа вообще не нужна, но я не об этом, я о том, что вам возможно могут еще понравиться эти тональные основы, одна из них от Colourpop, которая называется No Filter Foundation, она очень сильно подчеркивает текстуру лица, вот лицо сразу становится как папиросная бумага, все вот так вот, как вот сморщивается, любые какие-то пупырки, если они у вас есть на лице, они станут гораздо более заметными, поры тоже станут гораздо более заметными, в общем-то для меня это абсолютно категорическое нет, потому что у меня текстурное лицо, и я пользуюсь косметикой, которая как раз таки создает такой как soft blur, soft focus, то же самое с Revolution Pro Full Cover Camouflage Foundation, очень дешево выглядит на лице, как будто отслаивается от лица, выглядит сверху маской, штукатуркой, очень плотно, хотя если наносишь спонжем, даже хорошо растушевываешь тонким слоем, все равно мне этот эффект не нравится, также из огромнейших разочарований этого года, вернее прошлого года уже, у меня фиксирующий спрей от Makeup Revolution, который называется Georonic Fix, опять-таки самая большая у меня претензия по поводу состава, здесь на втором месте динатурированный спирт, для меня это сейчас абсолютное нет, я на себя практически чистый спирт, разведенный с водой, не хочу наносить для того, чтобы сбрызгивать макияж, у меня для этих целей есть, например, вот тот же Colourpop All Star, тоже дешевое средство, но здесь состав построен так, что он создает такую как пленку на лице, и за счет этого продлевает стойкость макияжа, нежели просто иссушает вашу кожу, вот этот хайлайтер от Maybelline, это тоже такое неожиданное разочарование, скажем так, потому что поголовно все бьюти-блогеры американские очень сильно его хвалят, и мне этот хайлайтер подарила Оля, и мы с ней делали совместное видео, там, где мы его тестировали, и мы в том видео раскопали очень интересную информацию, оказывается, у этого хайлайтера две формулы, и та формула, которая в США, она нормальная, она хорошая, и она видна, что она такая более масляная, и то, что завозится к нам, это такое тальковое нечто, очень миловой продукт, подчеркивает абсолютно всю текстуру на лице, и если, например, я обычно наношу хайлайтеры, у меня скулы выглядят, ну, так еще прилично, то если я нанесу вот это, у меня такое впечатление будет, что у меня здесь какие-то кратеры вообще на лице, все лицо вот такое вот будет покрытое какими-то буграми, на мой взгляд, это абсолютно ужасно выглядит, и мой вам совет, если вы можете заказать этот хайлайтер где-то с американского сайта, заказывайте, пробуйте, потому что на них очень хорошие отзывы, но если вы, наслушавшись позитивных отзывов, хотите купить просто в соседнем магазине этот хайлайтер, я вам очень настоятельно рекомендую подойти, и вот здесь вот этот верхний слой, он отклеивается, и можно почитать состав, если вы здесь на первом месте видите тальк, заклеивайте это обратно, кладите на стенд и уходите из магазина. Самая жуткая подводка 2018 года, которая только мне попадалась, это была подводка от Diapros, которая еще и называется Speedy Eyeliner, то есть ее еще можно перевести как быстрая подводка, абсолютно ничего быстрого в ней нет, потому что у меня такое впечатление, что формула сама выглядит так, как будто это прозрачная какая-то гелиообразная такая база, в которой плавают комочки пигмента, вот как-то так приблизительно она и ложится, и это просто отвратительно на самом деле, то есть даже если вот попытаться очень много раз на слое, нет, все равно ничего не получится, потому что сама кисть двигает пигмент вот в этой прозрачной жиже, и это просто ужасно выглядит, эта подводка не подходит никому, никто учится делать себе стрелки, никто уже умеет, то же самое могу сказать, ну вернее не совсем то же самое, но подводка от Golden Rose, которая называется Stylus Dual Liner, тоже абсолютно не стоит вашего внимания, она вроде бы как с намеком на то, чтобы быть оригинальной, потому что с одной стороны здесь вот такая вот как булава, а с другой стороны классический фетровый аппликатор, и вот эта булава создана для того, чтобы вы могли поставить вот так несколько точек, то есть такую как направляющую задать, а потом с помощью классического аппликатора соединить эти точки, как в детской игре, и получить идеальную стрелку. Чем меня не устроила эта подводка, это тем, что она тоже как разбавленная, тоже с ее помощью пока вырисуешь вот эту красивую стрелку, нужно очень много раз ее наслаивать, а еще и ко всем прочему, когда делаешь стрелку, этот аппликатор начинает пересыхать, то есть ты чуть-чуть нарисовал, потом ее начинаешь вот так вот встряхивать, потом ее закрываешь, ставишь вот так вот, нужно подождать там 5 минут, пока все соки опять выльются к кончику этой подводки, потом опять открывать, потом опять дальше делать, короче, эта вся история затянется, вместо 5 минут вы потратите полчаса на одни и те же действия. Я вообще в принципе небольшой фанат металлической помады, но вот эта победила всех, потому что это не просто некрасиво, это еще и ужасно в плане текстуры, потому что это помада от Reluie, которая называется Heavy Metal, у меня это, кстати, оттенок 01, такое впечатление, что я на губы намазала себе какую-то ржавчину, и еще все это очень сильно стягивает губы, и уж извините за сравнение, но по-другому не скажешь, это все очень напоминает куриную жопку, и, ко всему прочему, это еще просто адски сложно смыть. Из тушей, вот, кстати, мало было таких, которые бы мне прям вызвали какую-то бурю негативных эмоций, мне не понравилась тушь от Maybelline Lash Sensational, которая всем нравится, но тем не менее, она не настолько плоха, чтобы прям в этом видео появиться, в отличие от этой туши от GOSH, которая называется Catchy Eyes, возможно, вся проблема в том, что она водостойкая, это летом, по-моему, был релиз этой туши, она, во-первых, не создает вообще никакого эффекта на ресницах, такое впечатление, что просто твои ресницы превратились в три иголочки, таких тоненьких, при этом, ее тоже абсолютно невозможно смыть, из-за того, что она водостойкая, ее не берет практически ничто, и у меня ресницы так, в принципе, не сильно много, поэтому каждая у меня на счету, но когда я пару раз повыдирала себе пару-тройку ресниц, когда снимала с глаз эту тушь, я поняла, что это вообще не мой вариант, и лучше даже перестать пытаться. И последнее, что было достаточно сильным разочарованием моим в прошлом году, это вот эта палетка от Colourpop, кстати, много чего от Colourpop у меня в этом видео, но я здесь не намерена, это ни в коем случае не претензия к каким-то конкретным брендам, я считаю, у каждого бренда есть очень крутые продукты, так и провалы, и вот среди провалов, вот как раз таки вот эта палетка, которая называется All I See is Magic, она мне очень сильно понравилась своей цветовой палитрой, я посчитала ее какой-то интересной, завораживающей, то есть тут есть несколько таких оттенков, на которые смотришь, и вот прям видишь, что ты с ними хочешь сделать макияж, но тем не менее, качество вот именно этой палетки, я посчитала, что одно из самых худших в Colourpop, у меня есть несколько палеток Colourpop, и вы знаете, палетки мне нравятся меньше, вот какую я не возьму, все равно у меня потом рука тянется к отдельным рефилам, я не знаю почему, но мне кажется, они лучше по качеству, и я вот с этим недавно гуляла по сайту Colourpop, оформила очередной заказ, у меня это вообще какая-то проблема, мне туда заходить нельзя, так вот у них сейчас на сайте в разделе Offers, то есть предложение, есть предложение, что вы можете составить свою собственную палетку, так вот составленная лично вами палетка на 24 оттенка теней, стоит сейчас 44 доллара, то есть по сути вы сами выбираете оттенки, которые вам хочется добавить в эту палетку, и у Colourpop огромнейшая просто коллекция теней, то есть там можно выбрать действительно то, что вам нужно, потому что согласитесь, каждый раз, когда покупаешь какую-то палетку, открываешь ее, и видишь, что тебе нравятся все оттенки, там кроме какого-то вот этого, которым ты никогда в жизни пользоваться не будешь, а здесь у тебя есть возможность реально выбрать, ну максимально то, что ты хочешь, и на Colourpop на любые оттенки есть свочи в интернете, можно посмотреть обзоры, можно посмотреть какие-то рекомендации, можно просто в Google забивать название, и смотреть фотографии оттенков, и выбрать для себя действительно идеальную палетку, так вот, а что касается именно этой палетки теней, то, во-первых, меня не устроило качество, потому что матовые оттенки здесь почему-то очень какие-то сложные, они плохо тушуются, здесь также нет в палетке ни одного достаточно темного оттенка, чтобы прям вот хорошо затемнить внешние уголки, есть только вот этот, но он просто ужасный, потому что он очень сильно осыпается, и пигмент какой-то в нем неравномерный, вот этот вот оттенок, он очень рыхлый, и абсолютно не держится навеки, его нужно так постепенно прихлопывать влажной кистью, только так можно что-то от него добиться, вот это тоже абсолютная грязь получается на глазу, такое впечатление, что ты просто размазал себе что-то болотное по веку, выглядит отвратительно просто, вот эти два оттенка симпатичные, но ради двух оттенков покупать целую палетку, я считаю это абсолютно не имеет смысла, в общем-то какая-то она не очень удачная однозначно, я бы ее никому не советовала, ну что ж, у меня все, я очень надеюсь, что это видео было для вас полезным, и я для кого-то возможно сейчас сэкономила деньги, если так и было, конечно же поставьте этому видео палец вверх, если вы еще не подписаны на мой канал, это очень легко сделать, всего лишь нужно нажать на вот эту круглую иконку вот здесь вот, если у вас есть еще немного времени, можете посмотреть другие мои видео, которые сейчас рекомендует YouTube, а если вы их уже смотрели, то мы с вами увидимся очень скоро в моем новом видео.